И вам рассказывают не все. Не участие в выборах эффективная форма протеста, пишет Эдуард Лимонов. Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru В этот вторник после 17 часов в программе «Особое мнение» Своё особое мнение выскажет главный редактор газеты «Московский консультант» Можно нам кондиционер включить? Особое мнение во вторник после пяти вечера. А тут очень жарко, потому что здесь работают все софиты. Пока вы ожидаете вылета своего рейса, вы можете посмотреть остатки средств на счетах вашей компании, проверить текущие потяжи или перевести деньги поставщику. Если установите приложение «Альфа Бизнес Мобайл» от «Альфа Банка» на свой смартфон. Мобильный банк для бизнеса. Только в «Альфа Банке». 16+. ОАО «Альфа Банк». Как вы чувствовали себя до того, как начали использовать клим-карты? Так, 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 что тут, что тут? Сирия и выборы, выборы и Сирия. Больше никаких тем нет. В последние дня я стала чувствовать себя так же уверенно, как будто у меня мой собственный рейс. Просто невозможно. Я снова могу встречаться с друзьями и есть любимые блюда. Наконец-то встреча одноклассников. Ну, пара судов. Солидные? Как жить? Все. Больше ничего. Вообще, я не... А я таксопарком управляю. Так, как жить? А у меня строительная компания. Неважно, чем вы занимаетесь, «Форд Транзит» идеально подходит для любого вида бизнеса. До 31 декабря 2013 года по всей России очень выгодные предложения на «Форд Транзит». Про Академию наук все забыли в ходе выборов. Там они несчастные дергались. Ну, они же вроде сказали сегодня, что... Ну, давайте, может быть, какие-то поправки вы хотя бы внесете. Ну, пожалуйста. Ну, да. Сейчас как раз же началась все сессия. Думаем. Ну, конечно. Сейчас они могут... Амиксин – это лекарство от простуды и гриппа. Максимальный эффект в первые 24 часа после приема. А на курс лечения нужно всего 6 таблеток. Амиксин. Когда нужно выздороветь по-быстрому. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Бабуль, а я этого человека на переезде? Да, бедные академики. Все про них забыли. Никто... Никто и не занимается. Бабуль, я уже позвонила. Позвонила? И правильно сделала. Один ваш звонок может помочь спасти многие жизни. Позвоните 02. Сделал время? Сейчас в потеке. Но с рекламы на эхе. Радио «Эхо Москвы» и компания «Аркевиай» представляют программу «Особое мнение». Здравствуйте. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Ференгауру. Я приветствую в этой студии главного редактора газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева. Здравствуйте, Павел Владимирович. Давайте начнем с выборов. Их сегодня оценил президент России Владимир Путин. Он читает, что прошедшие в России 8 сентября выборы стали легитимными, прозрачными и подконтрольными. Вот такой набор эпитетов. Такого в нашей стране не было никогда, да и в других странах, пожалуй, еще нет. Но мы и дальше должны работать и сделать все, чтобы улучшить контроль за выборами и сделать их прозрачными, сказал глава государства. Я думаю, что это замечательные слова во многом, касающиеся прежде всего, что действительно выборы в этом году были необычны. Надо это отдать должное. И надо сказать, что те общественные структуры, которые имели полную возможность контролировать, участвовать в контроле и осуществлять контроль на выборах за, так скажем, всем процессом, практически всем процессом, то все практически в один голос и говорят, что выборы были без вот тех грязных технологий, которые мы были свидетелями, когда депутаты избирались в Государственную Думу. Это был верх цинизма и верх, я считаю, аполитичности и верх антидемократичности, те выборы, которые-то, в общем-то, и родили. Родился протест после выборов в Государственную Думу. Он родился, он создал определенные фигуры, они появились на политической сцене, затем они уже стали все более и более яркие. Навальный вообще засветился звездой на политической арене, а все остальное как бы стало отставать. И на этом фоне, конечно же, заметная гибель, по сути дела, политическая, прежде всего, гибель, конечно же, справедливой России, которая оказалась никчемной. И вообще никакой не политической структурой стало ясно, что это искусственно и мертворожденное дитё, которое, в общем-то, скорее всего, и уйдет в ближайшее время вообще из политической арены. Как это ни звучит, для них обидно. Здесь же, так сказать, видно и всё более снижающаяся роль партии престарелого политика Жириновского, который, так сказать, состарился не только физически, но и состарился как политическая идея. Та идея, которая в своё время, кстати говоря, он выполнял достойную роль Навального. То есть, вот Навальный жёстко выкрикивает определённые политические лозунги, которые многих пугают, отпугивают, других, наоборот, притягивают к себе. То же самое Жириновский на заре своей юной политической карьеры, он выкрикивал лозунги, которые всем шокировали, но в то же время привлекали огромную люмпин, такую вот массу. То есть, это стилистические какие-то спотства. Конечно, стилистические, только стилистические, никаких там, даже близко нету иных, именно стилистические, и там мочить сапоги в Индийском океане, и многое-многое другое, то, что он предлагал, казалось тогда безумным, ему за это ничего не было, естественно, потому что он абсолютно был проектом власти. И, естественно, так сказать, сегодня эта партия медленно, но верно снижает своё участие и влияние во всех политических процессах. Как бы Вы оценили результаты «Единой России» и представителей власти на прошедшем? Вы знаете, очень мало сейчас говорят о том, что в Москве есть и была очень уникальная ситуация. Была и есть уникальная ситуация. Практически слово «Единая Россия» на выборах московских мы не слышали с вами. Потому что Сергей Савянин не шёл от «Единой России». Поэтому, поэтому, ну это же уникально, потому что раньше «Единая Россия» в Москве, это был такой некий паровоз. Сейчас этот паровоз заглох, он сошёл с рейса, его в депо загнали, этот паровоз. Сергей Савянин не хочет с ним ассоциироваться? Я думаю, что да, в какой-то степени, потому что у него и так, в общем-то, проблемы с электоратом. Его электорат в Москве очень нестабилен, он, так сказать, очень такой вялый зачастую, это, так сказать, электорат, который он ещё не сумел наработать. Наработает ли в будущем, это большой вопрос, но он его ещё не наработал. И поэтому вводить сюда то, что в Москве является, ну так скажем, синонимом не совсем приятных слов, критики сильной слова «Единая Россия», было бы совершенно утопично. Поэтому я думаю, что было принято политически правильное решение отстраниться от этой партии. Значит, я бы эти выборы, прежде всего, рассматривал и для «Единой России», и для всех. Вот сейчас, вот вы задали вопрос по «Единой России», как я оцениваю. Я бы оценивал так, они говорят, что это их успех, что «Единая Россия» везде добилась успеха и прочее, прочее. А я бы сделал бы по-другому. Я бы не проценты считал, а от количества явившихся людей, сколько проголосовало за «Единую Россию». И вот здесь фактор появился бы совсем другой. То, что «Единая Россия» потеряла в процентах, она, может быть, и выиграла, а вот в количественном отношении она проиграла. Количество людей по стране и по регионам проголосовало меньше за «Единую Россию». Поэтому есть определенная игра цифр, блеф в этом отношении, когда говорят, что «Единая Россия» успешно отыграла свою политическую игру, сделала в этот раз. Нет, если рассматривать количество людей, то голосовало меньше в этом году на этих выборах, было меньше. Проценты – это не имеет значения, ведь от 100 человек, мы тоже понимаем, что может быть 70% набрать, но если ты от 100 человек 70% набрал, это будет всего 70 человек. А если от 1000 – это 700 человек, я очень извиняюсь. А от 10 миллионов – это будет 7 миллионов, и так далее, и тому подобное. В Москве принимало участие 7 миллионов избирателей. В списках было, насколько я знаю, там 7 с копейками. Так вот, если проголосовало в Москве 30%, это значит всего лишь, посчитаем, это очень легко посчитать, 30% от 7 миллионов, это получается 3 миллиона человек. Даже меньше. Почему я говорю 3 миллиона? 30% – это где-то 2 миллиона. Если мы говорим про абсолютные цифры, то вот смотрите, результат Сергея Собянина – 1 миллион, 193 и 2. Да, это всего 1 миллион. От 7 миллионов. Это значит, получается, я очень извиняюсь, 90%. 90%, если взять в абсолютном варианте, вот от 7 миллионов. Понимаете? Не от 30% явки. Если мы возьмем 7 миллионов, как за 100%. И теперь посмотрим 1 миллион, это сколько будет. Ну, это очень странный подход к оценке того или иного кандидата. Но вот смотрите, вот если мы берем все-таки процентный показатель, Сергея Собянина – 51,37% голосов избирателей. Правильно. Его в свое время единороссы придумали 8 число. Понятно, они думали, что под, так сказать, сурдинку, когда люди все в отпусках, предвыборная кампания, она сама по себе, так сказать, будет незначима для людей. Оказалось, что да, это сыграло, но сыграло и другое, что люди проголосовали своими отпусками, картошкой, дачей. 8 сентября – это первая неделя детских каникул. Очень многие, так сказать, там еще решают вопрос, не каникул, а первый день учебы. То есть многие решают свои вопросы, студенты и так далее и тому подобное. Это самое неудачное время. Конечно, если бы это было 21 сентября или там последняя неделя, или последнее воскресенье, это совсем другое. Месяц уже сентябрь, погода плохая, это уже совсем другие вещи. Люди уже бы пришли на участки. В данной ситуации то, что он заработал 51% на грани был, это для него большой плюс и большая победа. Потому что все было на грани. А для Алексея Навального его результат в 27-м зачастую? Это феноменальный результат, естественно, феноменальный результат. Но здесь он должен благодарить прежде всего не себя. Он должен благодарить партию власти и все структуры власти, которые сделали все для того, чтобы добавить ему и популярности, и процент. Эффект Ельцина в молодости сработал так, как и должен был сработать. Мы это видели в 90-х годах. Мы это видим и сейчас. Да, было мало, опять же, времени, мало народу и так далее. Он получил бы больше. То есть эффект Ельцина через год, через 2-3, если все будет так же идти, он получит эффект Ельцина значительно больше. Сейчас власти нужно его еще раз попрессовать, еще одно уголовное дело возбудить и так далее. Что сейчас, в общем-то, и делается потихонечку, опять его вызывает и прочее. Так вот, он будет получать свой эффект от власти, положительный для лектората Навального. А зачем власть это делает? Зачем они так играют на руку Алексею Навальному? А почему вы считаете, что власть умная у нас? То есть она делает это по глупости? Я считаю, что это абсолютно глупые шаги власти, которые, так сказать, во-первых, если бы с Навальным, с этим Киров-Лесом, который выеден у лица этого дела как такового нет, если бы этого дела вообще бы не существовало бы, Навальный бы сейчас копошился в течение августа вот со своими политическими амбициями, и он никогда бы не набрал 27%. Он набрал бы больше, чем Митрохин, он набрал бы больше, чем ЛДПР. ЛДПР, да, он был бы на втором месте, но 27% он не набрал бы никогда. Никогда бы не набрал, ни при каких ситуациях, что бы он ни говорил. И более того, я хочу сказать, что вот посмотрите у нас, опять же, вот тот же Навальный, и та же власть наша, власть, говорит, сделала все для того, чтобы создать ему, вот тот положительный имидж у его лектората, они его арестовывают, они его там сажают, тюрьма и прочее, прочее. В то же время, Навальный, что говорит, в первую очередь, посадить Путина, посадить этих там и прочее, прочее. Он идет опять революционным путем, то есть, что хотел делать Троцкий, что хотел делать Ленин, то есть, через посадки, через концлагеря, то есть, мы придем к светлому будущему, посадив определенную часть нынешней власти. Это абсолютная глупость, абсолютная глупость. То есть, мы постоянно, постоянно идем через решетку, через тюрьму. Ну, он там вроде как-то провозглашает, в первую очередь, борьбу с коррупцией, вот этого там расследования и прочее. Вы же еще не помните, что он говорил о том, что посадите Путина и все? Я не говорю о том, что он прав, не прав, неважно сейчас. Я говорю о другом, я говорю о том, что принцип посадки из той и с другой стороны преобладает. Мы не можем себе уяснить главного, что делает весь мир, что не через посадку приходит к власти, не через желание, через низменные интересы, а в одной части населения посадить другую часть власти. Они приходят, понимаете, вот все время идет желание, мы посадим, тогда придем к власти. Вот мы придем к власти, мы всех посадим. Но это абсолютный тупик в демократическом преобразовании России. Но невозможно, чтобы каждое новое поколение приходило через тюремную решение. Тогда скажите, а действующая власть, когда мы видим там существование болотного дела и много других примеров, она разве не так же действует? Она действует так же. А кто должен разорвать этот порочный круг? Вот мы должны дожить до того времени, когда этот порочный круг будет разорван. А я, кстати говоря, на том же Эхо Москвы, как и многие другие ваши выступающие, часто говорил, что придет время, когда разрешили выборы губернаторов и мэров, что придет время, и оно вот сейчас подходит, придет время, когда будут выборы, мы из мэров и губернаторов новой волны, которые будут избраны вопреки желаниям власти, увидим новых, абсолютно новых политических деятелей, лидеров, фигур, которые и придут в дальнейшую класть. Мы не знаем, кто они. Навальный, Сидоров, Петров, неважно. Но именно через выборы, через выборную систему на местах придут эти люди. Вы знаете, вот сейчас многие кидают палки в Митрохина, что вот зачем политические... Нет, Митрохин сыграл важнейшую роль для себя в этих выборах. Он, не важно, что он даже 3% не набрал, главное, его увидели, услышали, и сейчас выборы в Мосгордуму будут в следующем году, и он, если пойдет в Городскую Думу, он пойдет с политическим багажом очень сильным уже. У него будет очень хороший фундамент. И я абсолютно уверен, что у него есть шансы войти в политическую систему через Московскую Городскую Думу, если он захочет, конечно. Я не знаю, захочет он это или нет. Но для него эти выборы, это очень хорошая ступень. Что захочет делать дальше Навальный? Ждать президентских выборов, ну, пусть ждет. Ждать выборов в депутатский корпус, это тоже долго. Какие сейчас политические он должен делать шаги? Для него сейчас, на мой взгляд, должна быть главная выстроена система. Это выстроить свое политическое мышление. Не лазунговость, не система посадок или, так сказать, отомстим за то, что вы воровали, а система программная, система, которую он очень адекватно должен разработать. Что он видит в переделке всей системы государства или части. Для того, чтобы и уничтожить коррупцию, и подчеркиваю, не через столько посадки. Павел Гусев в программе «Особое мнение». Кстати, вот про то, что можно сделать или нельзя сделать без всяких там посадок. Алексей Навальный тут всячески призывал всех голосовать. Народная инициатива, набрала 100 тысяч голосов, все как надо. Речь идет об ограничении стоимости служебных машин чиновников не дороже полутора миллионов рублей. ...за автомобиль. Вот эта инициатива Алексея Навального, она будет рассмотрена, уже скоро поступит, экспертное заключение дано. Единственное, что как-то вот без энтузиазма чиновники, как вы можете считать. Да, без энтузиазма полуинициатива. Дело в том, что практически все европейские страны давно уже ушли от служебных машин чиновникам. Там есть буквально десяток чиновников, десяток, которые имеют право ездить на служебной машине. Все остальные чиновники, как миленькие, садятся за свой Ситроен, за свой там Пежо, или, так сказать, Вольво, или еще что-то. Велосипеде. Велосипед. И дуют на работу. Кто имеет возможность, нанимает себе водителя. И пожалуйста, из моей зарплаты, из моих докладов я задекларировал. Я плачу там, нанял водителя, и он меня возит, как садовник у него в саду убирается, он ему платит. Так и водитель ему подвозит на работу, если это ему нужно. Все давно пересели. Сегодня надо забыть про машины чиновников. Во-первых, это берет пробки в Москве, очень большую часть, потому что чиновники или будут ездить на общественном транспорте, как во всем мире они это делают, или же они пересядут на свои автомобили, и не будут, так сказать, вот эти массовые, знаете, черных машин, кортежи, застои, которые сегодня существуют. В стране должно существовать очень узкая, так скажем, элита, которым эти машины положены. Это очень ограниченное количество. Вот как сейчас мигалки снялись, многих, по крайней мере, я уж не знаю, может, мне кажется, сейчас опять стали... Да, сняли, да. Сняли. Надо пересадить чиновников на свои машины. Сам, за рулем. Сейчас все уже умеют ездить. Автомат, передача, вон у вас каждое утро рассказывают про достижения Александра Пекуленко. Какие замечательные сейчас машины есть. И дешевые. Расскажут чиновникам, на чем ездить. Да, вот и все. И не нужно, и тогда инициатива и Навального, и наших депутатов, она вообще не нужна. Не нужны чиновникам автомобили. Ну, вы же понимаете, что чиновники не откажутся никогда от этой признаки? Государство должно отказаться. Государство. Экономия бюджетных средств будет колоссальнейшая. Как только чиновников вообще пересадят с государственных машин, где водители по две смены, по три смены и так далее, и тому подобное. Пожалуйста, садитесь на свою машинку. И плати сам за бензин. И плати сам за ремонт. А в целом, как вы относитесь к существованию вот этого порядка, когда 100 тысяч подписей, рассмотрения, экспертных заключений? Мне кажется, что это все правильно, но пока я вижу из этого очень хорошую политическую игру. Власть кинула вот эту конфетку, и очень многие увлекаются этой конфеткой. Вы видели, чтобы хоть где-то сработали эти 100 тысяч голосов и больше? Ну, вот сейчас вот машины рассматривают. Нет, ну, рассматривают, нет. Я имею в виду, сработали. Сработали, это значит, поставили точку. Почему? Новая газета тоже собирала 100 тысяч и ничего ведь не получила в ответ, когда по депутату и так далее. Нет, эти 100 тысяч, это определенная конфетка, которую бросили нам, подсластили нашу жизнь демократическим преобразованием. Да, это вкусная конфета, да, в нее интересно играть. Результатов пока ни одного нет. Даже если сейчас здесь что-то будет, хотя я сомневаюсь по машинам, я еще раз говорю, что по машинам нужно рискать другое решение. Это экономим бюджетных средств и вообще большой положительный эффект может иметь. Тут продолжает развиваться история с Уралкалием и продолжает сидеть Бом Гертон, этот несчастный в Белоруссии, Александр Лукашенко. Не исключает, что Уралкали вернется к сотрудничеству с Белоруссией. Наши власти как-то так очень нейтрально прокомментировали ситуацию. Как Вы считаете, все-таки может разрешиться этот конфликт? Есть ли тут политика или все-таки это чистый бизнес? Конечно, это звучная пощечина нашему бизнес-сообществу и власти тоже от Лукашенко. То, что Лукашенко так сыграл, он шел в абанк, и он пока не проиграл. Потому что наша власть не знает, как выйти из этого щекотливой ситуации, то есть арестовывать здесь внутри Москвы какого-нибудь белоруса и затем обменивать. Или, так сказать, ну, делается сейчас, вот сейчас прошло опять сообщение, что какие-то вредоносные бактерии нашли. У нас есть Геннадий Онищенко. Да, есть Онищенко. Ну, вот он сейчас активно заработал. Значит, вот сейчас, вот только что я прочитал, что нашли какие-то очень злобные бактерии в каких-то пищевых продуктах именно белорусских. Ну, даже не колбасы, еще в каких-то, неважно, каких там напитки или что, неважно. В каком-то опять нашли какую-то гадкую бактерию. Значит, будут искать бактерии сейчас, будут делать все для того, чтобы затормозить. Но у нас ведь есть проблемки, связанные с таможенным союзом, то, что мы союзные государства и так далее. То есть, есть очень сложные политические и экономические, и законодательные различные намерения. Вот это все затрудняет работу с Белоруссией. Давайте мы сейчас прервемся буквально на три минуты, после чего особое мнение продолжится, и мы поговорим о ситуации в Сирии. Потому что никуда не деться нам от ситуации в Сирии. Белый дом хочет удостовериться в искренности заявлений Дамаска, который принял российскую инициативу о передаче химического оружия под международный контроль. Как передает агентство Reuters, официальный представитель Белого дома Джей Карни сообщил, что президент США Барак Обама в обращении к нации во вторник вечером вновь призовет Конгресс санкционировать применение силы для разрешения ситуации в Сирии. Россия накануне предложила передать химоружие в Сирии под международный контроль. Это предложение поддержали сирийские власти, а оппозиция назвала инициативу неприемлемой. Вашингтон выразил интерес к предложению России. Более тысячи ученых вышли в Москве на митинг в знак протеста против планов реформирования РАН. Акция прошла на Суворовской площади. Митинг был согласован и прошел спокойно, сообщил Интерфаксу представитель Оргкомитета. По итогам акции участники приняли резолюцию с критикой законопроекта. Уже завтра она будет направлена в Государственную Думу, президенту и в другие органы законодательной и исполнительной власти России. Столичные власти готовы согласовать митинг сторонников Алексея Навального. Как сказал исполняющий обязанности Департамента региональной безопасности Алексей Майоров, заявка поступила в установленные сроки. На завтра намечена встреча по порядку проведения. Митинг должен пройти в эту субботу на Болотной площади согласованная численность до 25 тысяч человек. Между тем, в штабе Навального говорят, что окончательно еще не приняли решение о проведении митинга. Один из сопредседателей РПР Парнар Борис Немцов намерен стать депутатом Ярославской областной думы. Об этом он сам объявил сегодня на пресс-конференции. Немцов считает, что 8 сентября он стал единственным депутатом регионального ЗАГС собрания от несистемной оппозиции. Он отметил, что намерен профессионально работать в областном парламенте и при этом продолжать политическую деятельность в Москве. В столице сейчас 14 градусов, давление 752 миллиметра, влажность 76%. Ирина Кучеренко, служба информации «Эхо Москвы». Реклама. Кем мечтает стать ваш ребенок? Наша маленькая хочет стать первой во всем. О чем бы не мечтал ваш ребенок, английский язык – это кличку смеха. Иф, English First. Ну что, ругаются? Нет, не ругаются. Нет, не ругаются. Jaguar XJ – это больше, чем роскошный представительский седан. Это настоящий символ… Все про Навального, про Навального. И достойное продолжение вашего неповторимого стиля. Изящество, отделки, аудиосистема премиум-класса, исключительный комфорт для пассажиров. Jaguar XJ – яркий стиль вашего бизнеса. От 2 миллионов 990 тысяч рублей. Стоимость Jaguar XJ варшири до 30 сентября 2013 года. Подробности на Jaguar.ru. Специальные предложения для корпоративных клиентов. Примерно равное количество людей, которые валят Навального и которые ругают Навального. Ну, это так оно и есть. У нас на сайте все то же самое. Представляют программу «Особое мнение». Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгар. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. Давайте про Сирию. Как я и обещала, Дамаск дал согласие на предложение поставить сирийское химоружие под международный контроль. Надеются в сирийском меди, что это как-то сможет предотвратить планы США по военной операции. Тем временем американские СМИ сообщают, что Барак Обама все же будет пытаться убедить Конгресс одобрить военную акцию против Сирии. Мы ждем 11 числа специальное заявление американского президента. Как вы считаете, все-таки вот эта договоренность о том, чтобы поставить под контроль сирийское химическое оружие, она сможет как-то оттянуть момент удара? Вообще, само по себе это блестящая идея. Если честно, тот, кто ее придумал, я думаю, что это российская сторона. Вместе с консультацией с Америкой. Да, я думаю, что нашли вот этот вот ход. Это замечательный ход. Я думаю, что этот ход может повлиять на ближайшую политическую и международную ситуацию вокруг Сирии. Если будут определенные выстроены гарантии, потому что я думаю, что сейчас американцы, скажешь, их заинтересовало это, но они сейчас потребуют таких мер или таких гарантий, которые будут неприемлемы для той же Сирии или еще для России или еще для кого-нибудь. То есть они сейчас найдут противоплот, потому что для них, конечно, в этой международной ситуации, когда предлагается такой вариант, ну, по сути дела, это вариант, дающий, ну, дающий возможность не бомбить, дающий возможность Америке воздержаться от удара военного по Сирии. По крайней мере, на какой-то период. Но Барак закусил Обама, закусил удила. Ну, ему уже даже жена говорит. Да. Муж, не надо, зачем? Да, но он закусил удила. Он даже до конца, мне кажется, их аналитики, наверное, ему все-таки дают это, но до конца, мне кажется, они не представляют, что это удар будет в целом по демократической партии, которая всегда выступала против любых военных операций, где бы они ни были, именно демократы всегда здесь были в передовых рядах, и республиканцы, они всегда жестче были. И он таким действом наносит, прежде всего, удар для будущего своей партии. И вот, если этот удар будет нанесен, я думаю, что это будет удар нанесен по Сирию, да, то это будет удар нанесен и по демократической партии Соединенных Штатов. Но Америка здесь теряет всех союзников, никто, в общем, особо не хочет. Дело в том, что, к сожалению, мы не имеем, как Россия, не имеет хороших близких союзников на сегодняшний день, которые могли бы нас очень жестко поддерживать, не только по Сирии, а во многих других ситуациях. Мы с Китаем прекрасно голосуемся в безуме, почти всегда одинаково. Да, но Китай не является нашим таким союзником. Китаю выгодно, выгодно подливать, так скажем, в подсолнечное масло, знаете... На ступеньку трамвая. Да, да. Вот для них это очень выгодно. Там, где можно Америке немножко поднагадить, они это делают. Поэтому здесь не значит, что Китай и Россия, это две абсолютно, так вот, знаете, на одной ступеньке стоящие за ручку держащие страны, как, предположим, Америка и Великобритания. Хотя Великобритания в данной ситуации не поддержала. Но не поддержали, прежде всего, парламент. Потому что там парламент работает. Да, там очень сильный парламент, который в этой ситуации проявил себя очень четко. Потому что всем надоели военный уже... Ирак. Яркий. Если бы не было Ирака, тут разговоры не было. Ну, Ирак, яркий пример, до чего довели страну. Каждый день мы читаем теракт. 20 человек, 100 человек. Представляете, мы даже с вами уже перестали реагировать, что за этими погибшими... Да, этого уже даже нет в новостях. Нету. Мы перестали все реагировать. Где-то в дальних новостях, что прогремел очередной взрыв, там около 100 погибших. Представьте себе, 100 погибло мирных людей. Кто-то лишился матери, отца, там дети погибли, там военнослужащие. Не важно. Это трагедия. А мы даже уже не обращаем внимания, что каждый день где-то кто-то там погибает. Для нас это просто какие-то цифры. Ситуация переходит вот как у фашистских концлагеря, когда там сжигали вагонами людей, те, которые сидели в концлагерях. Не важно, какой они национальности были. Их просто уничтожали, перемалывали. И это было, так сказать, абсолютно естественным каким-то там процессом. Ну, сегодня три вагона, завтра десять вагонов, сколько печь выдержать. То же самое в Ираке происходит. Каждый день взрывы уничтожают. И ситуация Ирака переносится на ситуацию в Сирию. И Сирии, которая страна светская, с очень хорошими христианскими центрами. Сирия, где в стране, ну, в общем-то, разные конфессии существовали и существуют, и довольно мирно. Сейчас скопище бандитов, тех, которые со всего мира собрались сейчас в Сирии для того, чтобы пострелять, поубивать, насиловать и так далее и тому подобное. Посмотрите, захватывают, насилуют там по сотнями женщин. Сообщение недавно только. Что дальше будет? Что дальше? Если сейчас эти, так называемая, оппозиция с этими бандитами начнет брать в свои руки власть, это будет уничтожение. В любом случае, в эту ситуацию надо как-то вмешиваться или нет? Надо. Обязательно надо. Но вмешиваться, прежде всего, нужно, не помогая оппозиции той. Не может власть... То есть нельзя вставать на чью-то сторону? Я считаю, что да. Нужно конференции между... То, прийти просто отобрать у всех оружие? Я бы не отбирал оружие. Надо посмотреть пути этого оружия. Кто какое оружие поставляет. Мы свое делаем роль, но есть и американцы, и другие страны, которые поставляют оружие, соответственно, тем бандам и тем оппозиционным силам, которые сегодня существуют. И вот это противостояние сегодня ни к чему все равно не приводит. Все равно поставится... Хорошо, победит оппозиция. Я абсолютно уверен, и многие политологи уверены, международники, что будет резня. Сегодня христианский центр уничтожается. Сегодня уничтожается много-много людей, просто уничтожается, вырезается. А почему... Это тоже химическое оружие, только в мозгах. В мозгах тех бандитов, для которых люди ничтожат, им главное убивать. Павел Гусев в программе «Особое мнение». Давайте вернемся в Россию. Тема, которая немножечко отошла на второй, если не третий план, несмотря на то, что проблема-то не решена. Вот сегодня ученые выходили в Москве на митинг в знак протеста против планов реформирования Иран. Как-то немножечко все позабыли про эту историю. Хотя вот... Это очень печально. Дума должна все-таки что-то сделать. Это очень печально. Как тут быть? Дело в том, что... Как и многое, что делала Дума в прошлом сезоне своей работы, так и сейчас, мне кажется, это очень опасно трогать Академию наук именно бульдозером. Они хотят бульдозером сравнять все, что было до этого, объединить, разъединить, убрать. А что будет потом? Как будет существовать? Почему нельзя делать те же преобразования, не разрушив все до основания, а составить график на ближайшие 5, 6, 10 лет? Что нужно изменить в российской науке? Причем, изменить структуру. Что посмотреть делают в это время там те же американские ученые? Почему мы не говорим о том, что весь мир работает по принципу, когда ученые приближаются к студентам? Сейчас у нас ряд есть показательных учебных заведений, где то же самое происходит, и они дают лучший результат сразу. Да, Академия наук, наверное, в чем-то состарилась. Я имею в виду не возраст членов академиков. Устарела. Устарела. Но это не значит, что нужно одним ударом разбивать все это. А это что, непонимание министра образования от того, что он летел? Да, я думаю, что это волюнтаризм. Я думаю, что это волюнтаризм не только министра, но и отдельных академиков или тех людей, которые захотели прийти к власти в Академии наук. На мой взгляд, сегодня президент Академии наук Фортов – это замечательный человек. Он действительно один из самых порядочных среди ученого мира. Он очень крепкий человек, очень умный человек, организованный человек. Это человек с большой буквой, ученый, которого все уважают. И вот он в ближайшие 5-6 лет, насколько он избал, он мог бы создать, составить программу, сделать программу преобразований. И эта программа могла бы стать программой и для парламента, если нужны какие-то законодательные. То есть реформу должны составлять сами ученые. Да, но не депутаты и не министры, которые, так сказать, не имеют никакого отношения к науке, по крайней мере, большинство из них. Среди депутатов есть. Министр был ректором. Ну, понимаете, один человек ректор – это не значит, что это высочайшая наука, которая у нас есть и была. Спасибо большое. Это была программа «Особое мнение», в которой сегодня выступал главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. Если что-то не увидели, не услышали или хотите повторить, тогда добро пожаловать к нам на сайт eho.msk.ru. Всем счастливо. Спасибо. Спасибо большое.